Отпустим повар. Отпустим повар. Пола горит 116 ватт и 60 ватт. Вот трансформаторы Tesla. Катушка, так называемая, управляемая. Нет. Управляемая Tesla. Вот лежит в озере, рядом возле вот этой катушки. Когда она облучает вот эти последние слои, тогда самая сильно горит лампа, если просто облучать с одной катушкой без пушпула. Самая яркая горит там 20 ватт лампа, если нагрузку подключить. Теперь консерматор Tesla если отключить, может просто вот на конденсаторе напряжение очень сильно повысится. И вот там резистор, который к светодиоду идёт, и начинает дыметь. Поэтому ватт лампа если нагрузку подключить. ватт лампа консерматор Tesla если отключить, то может просто оттуда конденсаторе напряжение очень сильно повысится. И вот там резистор, который к светодиоду идёт, и начинает дыметь. Поэтому вот эта пушпула работает в резонансе. не нижней 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 надо вообще нет если как бы хорошая добрая снасть тогда при добавлении нагрузки резонанс как бы сильно уходит. Но если сделать хороший трансформатор трансформацию тогда не нужен сильный резонанс. Тогда может он быть в широких пределах. Вот тут если ну вот одна шестьдесят ватт лампа горит. Включаю 116 ватт и ватт лампа значительно притухает. Вот если вот частоту трансформатора Тесла можно подрегулировать вазоты вот вот этот потенцион этот переменный резистор. Вот видно в заземлении светодиода горит ярче где-то слабее. Когда он ярче горит значит в резонансе. Тут в резонансе. можно проверить что можно проверить. вообще питание не получал. в резонансе вот в резонансе горит не тратится энергия на эту мотку. вот у меня куча разных катушек которые я раньше засылал в трансформатор Тесла в основном я только эту и эту засылаю а тут уже дальше частоту можно подрегулировать вот этой антенны. емкость от этой емкости других особо и не надо если разве что очень низкую частоту надо получить тогда можно еще какие-то подобрать вот у меня еще такие есть это тоже это и раньше таки всякие катушки мотал чтоб когда еще с антенной было чтоб разная их немножко частота была и что возможно чтоб попасть в нужную частоту вообще-то можно это дело регулировать ферритом засуванием феррита внутри и перемещая индукторы сдвигая раздвигая витки антенны и снегу ближе дальше ставить тоже частота очень плавно меняется от катушки если с антенной делать вот у меня тоже во всякие катушки экспериментальные вот это тоже иногда использовать можно да чтоб постраивать тут где-то ее частота будет без антенны может 2 мегагерца и 1.6 может 2 мегагерца 3 мегагерца 2 мегагерца 4 мегагерца 2 мегагерца а и 2 мега закрою форточку там звуки идут и они меня слышат и я наверно вот эти два сц транзисторы 5200 тушь ибо япон всем застал осталось и значит еще один у меня там стоит значит два уже звук когда пробовал на них гонки сделать тогда подали схеме а тут еще катушки вот на 2 мегагерца где-то резонансная частота на 500 килогерц вот это качера детали для качер все-то скачером как разумнее делать там не надо подстраивать не резонанс каждый раз там емкость добавляйте ближе дальше делаешь сам держит резонансную частоту нужно если пачки делать то только пачки двигать туда-сюда странно что напрямую такой руслан кулобухов которые сделал стопливный генератор и вроде бы что у него все так получается а у меня не получается сколько я пробовал гонять эти частоты двигать всякие постраивать сразу никак не получается никакого эффекта нет он получает он там на какой-то на каком-то чутье видимо уже более знает какие процессы должны происходить при эффекте потому ему может как-то легче подстроить знает примерно какие частоты должны быть видимо а так что надо понимать что происходит тут как раз как раз тут не надо понимать что происходит надо надо знать как настраиваться это а Хотел многооборотный резистор поставить, а то там поднажимаешь даже и его частоту меняет, какой-то нехороший. Вообще-то не скажешь, что его установка уже очень дорогая, если конечно не будешь там делать трубки и крепления, другие коробочки закупают, но даже с этими коробочками это тоже не так уж дорого все получается. Этим имбульсным блоком бита нет, только вот остиллограф может у кого дорого получиться. Ну и кто не занимается электроникой, у него естественно все это дороже получится, дорого получится. А так, например, я раньше занимался всякими этими велосипедными и электрическими. Вот тут и стоит контроллер, это радиодетали управления, я хотел его на велосипед поставить для мотора питателя, но он не подошел. Вот это регулятор, тоже я там на эти моторы, сперва делал на пропеллерах, и на пропеллеры я там на аккумуляторе тоже очень много денег потратил. Велосипед уже электричный, сколько много стоил, но его папа купил, все равно такой гобби, так сказать, он тоже очень дорогой получается. Наверное дороже, чем эти катушки, вот один раз катушки, провод купил, уже больше провод покупать не надо, тем более его потом можно где-то использовать. Для Теслы можно провод от кинескопа взять, например, там где-то 0,6 мм, наверное. Вот у меня как раз и есть, и телевизоры даже есть, уже 15 минут снимаю. Еще можно разобрать, полно у меня этих телевизоров, но этот хороший, так мне его жалковато собирать. Вот этой камеры, где снимаю, тут можно всунуть в ход и смотреть по телевизору, что заснял. Но как бы есть компьютер, через компьютер можно это все смотреть, поэтому бестолково этот ход как бы тоже, ну, кажется, вдруг в будущем пригодится, поэтому как-то жалковато его разбирать. У меня еще, правда, второй есть, и есть советский, то есть не советский, а литовский щелялиц. Старый очень, тут его можно было бы разобрать, но это как бы мама тоже жалеет. Вот всяких этаконамичек лежит, ничего особо ценно, нет, можно там вообще-то и выкинуть. И кое-что, что собирал раньше, я теперь выкидываю, так что... Это потом больше только засоряет мусори, чем там потом. И время теряется, вот, например, изоляцию я раньше собирал, чтобы второй, там, пятый раз использовать. Теперь уже некоторые, такие совсем уже старые, выкидываю и не собираю. Потому что это потом вот так все стены засоряет, потом там где-то еще намотают, она потом не липнет, но как бы... Бестолково, это больше времени не протеряешь, чем в это время можно намного больше успеть сделать чего-то лучшего. Это у меня провод был от кинескопа. А, вот. Вот этот кинескоп, вот таких проводов можно... Тут он как-то замотан. Сложновато я его размотать как бы не хочу. Я как бы хотел размотать, разматывал, но думал, вдруг он не пригодится мне. Почему я буду его разматывать, потом... Будет не жадный столк. Хотя, может, бы и стоило его размотать, чтоб... Уже был подготовлен, когда пригодится, чтоб потом не тратить время на размотку. Вот камера уже 18 минут показывает, что снимает. По инструкции она 29 минут может записывать. Посмотрю, может, она снимает, сколько на самом деле она записывает. Вообще-то, как бы, большой недостаток, я сказал, почему-то коротко сделали, чтобы можно было записывать. Потом, когда батарейка деградирует, вообще-то... Может, 4 минуты будет только записывать. Получилось побольше. Вот так. Может, потом размотаю. Вот эти провода. Они вообще-то дешевые такие. Не такие, они уж полезные. Что действительно нужно там. С мусором не сделаешь. Все равно придется покупать. Например, этот провод покупал. Этот тоже покупал. Потом расчленил. Этот был жирный. Я расчленил его и получилось два провода. Вот, включу Теслу. Вот этот провод нужно тут в сонусе включится Тесла. С одной рукой никак не могу попасть. О! Вот немножечко прибавка все-таки есть по сечению. Особенно это, наверное, на одной лампе будет больше чувствовать. Ну вот, употребление какое-то. Интересно, какое напряжение при таком потреблении. У меня этих крокодильчиков есть. Я их еще десять штук купил. Можно где-то нацепить, померить. Вот двадцать вольт и шесть половина ампера. Двадцать на шесть, сто двадцать, где-то сто тридцать вольт. Сто тридцать ват потребляет. Вот шестьдесят ват лампы на весь накал и то не горит. вот здесь, вот здесь, вот здесь. но при большей нагрузке потребление падает тогда кпд увеличивается ну тут провод с контакт отошел но зато горит не на 120 вольт а на таких 80 вольт но теперь двадцать четыре вольта двадцать четыре девять с четыре ампера а 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 и и а Продолжение следует...